В Костанайской области сельчане встали горой за осужденного экс-замакима. Рустама Садыкова осудили на пять с половиной лет за превышение власти и должностных полномочий. Экс-чиновник, согласно материалам дела, по надуманным причинам отказывал в выдаче права землепользования бизнесмену для добычи песка на окраине села. Потом согласился, но поставил условие провести газопровод жителям окраины. Владельца карьера этот бег по замкнутому кругу вывел из себя, и он обратился в антикоррупционную службу. Экс-чиновника осудили, но жители считают, что Рустам Садыков просто встал на сторону народа и за это поплатился свободой. Подробности у нашего корреспондента. Работы на этом карьере были приостановлены в прошлом году после того, как жители стали возмущаться. От месторождения до их домов подать рукой, тем более они находятся в санитарно-защитной зоне из-за Сибири язвенного захоронения. Проводить газ, воду из-за земляных в работу им запрещено. Тогда, по их словам, владелец карьера предложил им пойти на компромисс и провести им газопровод, а они в свою очередь разрешат ему работать. Но это вылилось все в громкое уголовное дело, а жители остались у разбитого корыта. Главный фигурант дела Рустам Садыков теперь уже экзамаким Костанайского района. Его осудили за то, что он несколько раз отказывал владельцу карьера в предоставлении земельного участка, несмотря на то, что у бизнесмена была лицензия. Причин было несколько. Сначала сроки аренды не совпадали, затем выяснялось, что рядом скотомогильник. А потом и вовсе люди стали протестовать. В итоге, чтобы сельчане дали добро, бизнесмену предложили провести им газопровод. За эту коррупционную схему и осудили бывшего замакима. Его признали виновным в превышении должностных полномочий. Но жители села Заречное считают, что он единственный, кто их услышал. Поражает то, что Садыков на нем зациклились, а остальные что? Садыков – это действительно понимающий человек. То есть молодые. Дорога молодым должно быть, а тут получается, вот вылезешь, тебя вот вниз закопали, все, пальцем прижали, не рыпайся. Сельчане считают, что Рустам Садыков хотя бы попытался им помочь. Ведь они стали заложниками возведенного в нескольких сот метрах от них скотомогильника. Я ведь ни бизнесу не мешал. Я шел на встречу, я защищал людей. Я искал конструктивное решение сложившейся ситуации. Там ведь народ, там люди живут. Соответственно, вы смотрите другую сторону медали. Нет, у вас факт. Какой у меня мотив и умысел вы мне скажите? В антикоррупционной службе ничего пояснить не смогли. Но сам владелец карьеры Рашид Сарсикенов заверяет лицензию получил закона, но в акимате Кустанайского района постоянно находили отговорки и отказывали выдачи участка. Когда площадь карьеры сократили из-за попадания в зону сибириязвенного захоронения, говорит, пошел навстречу и готов был работать даже на их условиях. Однако позже вновь получает отказ. А за ней и просьбу провести газопровод. Проведение газопровода стоимость начиналась от 5, от 3, от 5, потом 7,5, 8 миллионов, в конце вот 10 миллионов 800 тысяч. Но я знаю, что он пригласил для выполнения вот этих работ, он пригласил знакомых подрядную в эту организацию. Антикоррупционная служба нагрянула, когда владелец карьеры передавал деньги за газопровод подрядчику. После задержали и самого Рустама Садыкова. Суд приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Суд считает необходимым и справедливым назначение наказания, связанного с лишением свободы. Но в минимальных пределах санкции статьи, которая, по мнению суда, будет достаточным для его исправления и предупреждения новых правонарушений. Сторонники Рустама Садыкова считают приговор слишком строгим. А сам экс-замаким района до конца будет бороться за справедливое, по его мнению, решение. Сельчане же хотят в суде добиться признания лицензии владельца карьеры недействительной. Сам же бизнесмен оценивает свой ущерб в несколько десятков миллионов тенге и готов приступить к добыче песка.